У нас еще будет дополнительный библейский семинар. Как на основании Библии распоряжаться своими финансами. Вчера приехали наши друзья из Днепропетровска. Можно сказать, вырвались из активной зоны обстрела. Это семья Шинюков. И мы с Владимиром, я решил его отвезти на красивое озеро. На рыбалку. Видно, Бог хотел, чтобы мы просто там в покое побыли. Обаче явно Господь искал просто да се намираме в покой. Той просто да си почини добре. Потому что рыба не была. Тей като нямаше рыба. Вода уже холодная. Водата беше вече студена. Видно, рыба там где-то стоит на глубине. Но мы вчера видели знамение. Обаче вчера видяхме одно знамение. Ну, реально была такая радуга на небе. Наистина имаше много голяма дага в небето. Хотя дождя не было. Вопреки, че нямаше дождь. Радуга была просто огромная. И я такой радуги большой никогда в жизни не видел. И мы с Владимиром получили для себя такое наслаждение. Что Бог с нами. Что Господь с нас. И что Бог хочет, чтобы мы просто пребывали в шабате, в шаломе. И что Той иска просто да се намираме в шабат, в шалом. И сегодня я хочу Владимиру предоставить такое приветственное слово. Давайте поприветствуем, брата. Я не поздрави. Спасибо, пастор. Благодаря на пастора. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир, я из Украины. Оказывается, Владимир, я из Украины. Меня многие уже здесь знают. Мы хотим поблагодарить пасторскую семью и вас, церковь, за то, что не раз уже принимаете нас. По-настоящему, как семья, с любовью. Спасибо большое. Мы после войны обязательно всех приглашаем гости в город Днепр, на Украину. В город Днепр, в Украину. Во время войны не буду приглашать. По-время на войната няма да веканя. Не та экскурсия. Не е хубава экскурсия. Но, знаете, хочу немного поделиться с вами тем, что в моем сердце. Потому что я 14 лет уже верующий, 14-й год. До покаяния, до призыва к Господу. Занимался плохими делами всю жизнь. Всю жизнь занимался криминалом. Это у нас было семейное. Но вот Бог так решил. И Господь такая решил. И призвал меня. Из тьмы в свой чудный свет. Ни за что. Просто потому, что Он меня любит. Меня не за что было любить, уважать, ценить. Кроме тех людей, с которыми я дружил. А вот Он, когда пришел. И когато Той до идеи. Говорит, я не люблю тебя за что-то. Я люблю тебя, потому что я есть любовь. И я покажу тебе. Что есть другая жизнь. И знаете, я очень счастлив. Я хочу вам сказать, к чему я стремлюсь. В жизни. В Господе. Бог меня сделал. Господь меня направи. У меня есть большая фирма. На сегодняшний день в моей фирме насчитывается где-то 450 сотрудников. Я лидер тюремного служения. И сам лидер на затворнического служения. Я помощник пастора. Помощник сам на пастора. Я лидер библейского обучения. И сам лидер в библейском обучении, как ты учитель. Я лидер домашней группы. Лидер на домашнюю группу. Я лидер адаптационного центра. Лидер на рехабилитационный центре. Я могу бесконечно вам говорить о том, что доверил мне Господь. Как вам я доверил Господь. Я много зарабатываю. Много печеля. Я много сею. Много сею. Много жертвую. Много жертвам. Меня обманывают. Меня много милыжат. Меня предают. Меня любят. Меня уважают. Меня уважают. Знаете, моя жизнь так наполнена... Я даже не могу назвать это большое состояние всего. Так наполнена моя жизнь разными приключениями. Мне интересно жить с Богом. Интересно мне е да живее с Бог. И не за благосостояние. И не заради благосостоянието си. А за рождение новых жизней. А за рождение новых животей. За промяна в съдбите на хората. За каждую церковь в каждой стране. За всяка държава. За то, что всегда с тобой поделятся. За това, че винаги могат да споделят с теб своята любов и милост. Но во всем этом я нашел одно самое главное для себя. И во всичко това аз намерих най-главното нещо. Знаете, вот сейчас на прославлении. Сига на прославлении эту. Стоял парень. И машей дном умче. Вот сейчас есть здесь? Вот здесь вот играл на клавишах. Свидишь на синтезатор. А его нельзя позвать сюда? Можно я догусь с виками? Илья, выходи. У нас тоже так прославление уходит. Если что-то такая на прославлении, то при нас излизат. Промывать голос после прославления. Ищупят голосоветь, если това. Я не понял, Григорь. У нас тоже есть. Я просто хочу показать вам смысл своей жизни. Искам, да ви покажа смысл на мой живот. Не виртуально, а вот по-настоящему. Не виртуально, а на истинно, как твой. Потому что, знаете, мы все многие молимся. Вот 90-м псалмом. Защото много хора си молят с 90-ти псалмами. Многими псалмами. И много псалми используем. Откриваме пред Господа свое сердце в любви. Но вот я хочу в своем сердце. Обаче в своето сердце аз искам. Найти такое состояние, чтобы мне не просто было комфортно. Да намеря таково состояние не само да ми е комфортно. А чтобы мне было идеально. Но да се чувствам перфектно. Понимаете? Разбирате ли? Ну ладно, я расскажу. Вот стоял парень. И тук имаше едно момче. И у его ног лежал ребенок. И в краката му лежеше детето му. И искам да кажа. 90-ти псалм начинается. 90-ти псалм започва. Под сянката ти всемогущи. Под твоей тень. Под твоя тянка. И вот когда стоял отец. И когато бащата беше застанал. Тень с его фигуры падала. И его ребенок лежал. И детето му лежеше в краката му. И от славата и помазанието, което му даваше Господ. От неговата слава. Под сянката на всемогущие. Просто встань на место, пожалуйста. Встанься на место. А где твой сын? Кресина тебе. А можно его? А вот можешь помнить, что тот там у тебя сидел? Он нам на педаль нажимает. Вот знаете, я просто в пример хочу привести. Вот ребенок, он на 100% доверяет его отцу. То есть 100% се доверява на бащата. Он лежал у его ног. То есть стоя в краката. Лежал в таком умиротворении. Беше в толково голямо умиротворение. Если бы папа сделал шах влево, он бы пополз за него. Если бы папа начал прыгать, ребенок бы начал прыгать. Вот этого, знаете, в свои 52 года я хочу добиться состояния своего сердца. Я хочу быть вот таким. Вот при всех легалиях, при всех славе, которые дает нам Господь, нам надо быть вот таким. Вот таким. Вот он мне не доверял. Я не его папа. Аз не само башата. Но он сидит на руках. Я хочу сидеть на руках у своего отца. Мне нужно общение с небесным отцом. Ни ничего не надо в жизни. Только быть у его ног. Я готов трудиться. Я готов служить. Я готов покланяться. Да се покланям. Но я хочу ему доверять как маленький, новорожденный ребенок. Всегда. Во все дни своей жизни. През всички эти дни на живота си. И я вам скажу. Это единственное состояние, которое приведет нас в Царство Божие. Сам Господь сказал. Если не умолитесь как дети. Че ако не станете като деца. Дверь не откроется. Вратата няма да се утворят. Поэтому сколько бы нам спасибо, дорогой. Спасибо. Благословляете. Поэтому сколько бы Господь нам не доверял. Павел говорил. Павел казва. И что богатя вам всички. Но не буду иметь любви. Обаче няма да имам любов в сердцето си. Няма да има никаква полза. Искам просто да ви призвать. Говорить со своим сердцем. Да говорите со сердцето си. И расслаблять свое сердце до такого состояния. И да го отпускате до такого состояния. Что бы Отец Небесный. Че Небесный Отец. Позволил нам. Да не позволи. Быть в Его тени. Да будем вовсянка там. И покоиться всегда. И да смея Его в покое там. Будьте благословены. Уходите благословений. Слава Богу. Спасибо большое. Слава Богу.